друзья всем привет 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 с вами снова я миша дизель и сегодня вот этим ранним морозным утром мы едем в набережные челны на испытательный полигон завода камаз где одними из первых сможем протестировать новинку завода четырехосный 50-тонный самосвал а вы одними из первых увидите как он едет погнали здесь также стоит кабина даймлеровская от грузовика mercedes-benz axor но с одним отличием на от того теста который мы снимали камаза 5490 магистрального тягача здесь кабина низкая и короткая то есть без спальные полки поэтому у нас приходится мириться с некоторыми неудобствами но все-таки для самосвала это не так актуально но на что можно посетовать очень мало полочек то есть на высокой кабине здесь у нас здоровенный ящик сверху здоровенные полки под различные бумаги под различные барахло сверху у нас блок с тахографом аудиосистема головного устройства и пульт управления автономного еще одно отличие здесь у нас стоит механическая коробка передач ZF ZF 16 то есть у нас получается это половинки повышенная и пониженная и переключаются ряды здесь у нас блок управления климатом печка очень теплая сейчас мы наглядно убедились в этом на улице стоит отвратительнейшая погода и печка справляется вот на первой скорости вращения вентилятора в салоне просто натуральная жара здесь у нас кнопка отключения противобуксовочной системы и в куток включения кондиционера здесь у нас управление светом габариты ближний свет противотуманки на подлокотнике двери на подоконной линии у нас расположились кнопки стеклоподъемников центральный замок подогрев зеркал и зеркала здесь кстати с электроприводом вот такой джойстик видно сейчас да зеркала у нас регулируется обзорность не сказать что идеальная но по сравнению со старым камазом конечно небо и земля несмотря на то что это самосвал кресло здесь досталось от магистрального тягача на такой же удобная абсолютно с высокой спинкой ремень безопасности у нас также интегрирован в самую спинку имеется подлокотник регулируемый вот мы крутим здесь пожалуйста регулируем подлокотник кресло естественно на пневмоподвеске так сейчас она полностью опущена вот сейчас поднимется для удобства входа-выхода здесь есть отдельная кнопка которая позволяет полностью стравить воздух с сиденью сейчас нас он поднялось нажимаем кнопку не опустился мы уже комфортно можем вырезать из машины здесь уже отлично видны мосты стабилизатор поперечной устойчивости реактивные штанги отсюда не видно реактивные штанги у нас получается v-образные но выполнены не в едином узле а то есть каждая штанга отдельно крепится также все через саленблоки задняя тележка у нас на балансирах балансиры резинометаллические потому что грузоподъемность автомобиля у нас просто огромная вот здесь видно пакет ресорт соответственно вот как крышка балансира мосты китайского производства мосты 16 тонны также обуты в континенталку 24 диаметра соответственно топливный бак фильтр с получается с подкачкой а с правой стороны по ходу движения у нас расположились ресиверы здесь башмаки под колеса само собой понятно инструментальный ящик здесь у нас бачок для мочевины здесь соответственно экологическим нормам евро 5 реализована при помощи впрыска от блю выпускную систему здесь у нас бачок для автономного отопителя салона он находится между сидением водителя и пассажирским сидением ну а здесь уже вы видели насос по гидроподъемника кабины здесь 5490 знакомые уже аккумуляторный ящик открывать его не будем воздушный фильтр как реализовано у нас крепление запаски вот она у нас висит спереди самосвального кузова опускается при помощи лебедки сюда мы соответственно вставляем монтажки уже крутим опускаем запаску грузовик у нас колесной формулы 8 на 4 передние две оси у нас управляемые потому что полная масса у нас грузовика 60 тонн и поэтому у нас здесь стоит гидроусилитель zf и помимо этого еще дополнительно идут гидроцилиндры здесь получается справа сейчас его будет видно давай его посмотрим покажем вот видно гидроцилиндры пакет рестор колесики у нас здесь стоят также нестандартные 24 диаметра континенталка они такие зубастенькие естественно не дорожные для езды соответственно уже по грунтовочкам по каким-то раскисшим дорожкам по стройкам по карьерам учитывая что это строительная техника естественно она защищена вот такой металлической сеткой фары чтобы удобно было очистить их от грязи от снега они на петлях на таких откидываются и можно уже фары соответственно мыть протирать и все что вам угодно также легко здесь защелкивается но противотуманки к сожалению вот этой защиты не имеют хотя они расположены гораздо ниже и больше подвержены выбросу камней или еще каких-то дорожных препятствий на которые автомобиль может напороться потому что машина эксплуатировать будет эксплуатироваться преимущественно на условиях отсутствия асфальтового покрытия дальше здесь у нас расположена вот эта мощная лыжа металл по моему четверка он защищает первую очередь это кассету радиатором системы охлаждения двигателя и интеркулера вот возможных повреждений если автомобиль у нас наедет на снежный вал на там грудь грудь ущебня песка и каких-нибудь других возможных препятствий ну а теперь собственно посмотрим на двигатель который установлен под кабины этого монстра чтобы туда забраться нужно отстегнуть вот эту лесенку и по ней уже забираться так аккуратненько проходим все скользко оп под кабины этого монстра установлен двигатель каменс шестицилиндровый рядный объемом 12 литров топливная система common rail здесь отлично видно рампу от трубки высокого давления которые подходят к форсункам получается с правой стороны по ходу движения у нас установлена турбина спереди блок радиатора и интеркулера срегатировано все это с 16 ступенчатой коробкой ценат фабрик zf cf кому как больше нравится на учитывая то что это самосвал дорожный просвет у нас просто огромный для облегчения входа в кабину сейчас откроем акс русскую дверь для облегчения входу в кабину у нас засмотрена вот эта подножка первое для почему она выполнена именно в виде троса потому что при проезде каких-то препятствий при проезде в к в колее по какому-то бездорожью чтобы ее просто не выломала поэтому она выполнена именно в виде троса и еще хотелось бы отметить крылья здесь пластик учитывая то в каких условиях обычно эксплуатируются самосвалы этот пластик может у нас треснуть отломиться дальше по входу в кабину поручни удобны заходим пожалуйста залезли все посадка здесь акс русской не будем особо акцентировать на этом внимание потому что это можно посмотреть на тесте который мы делали магистрального тягача 5490 кабина здесь точно такая же точно такой же интерьер какие особенности здесь у нас механическая коробка присутствует педаль сцепления и с левой стороны у нас рычаг подъема кабин по рычаг подъема кузова да граждане отходим тронулись третий повышенный мягко аккуратно педалька задемпфирована все аккуратненько едем нам куда сейчас на левый там по кругу вот коробка переключается мягко четко точно на камазе видим погода конечно выдалась просто отвратительно идет мокрый снег просто сильнейший ветер мы все промокли в кабине жара просто ташкент а печка работает у нас на второй скорости и и кстати совершенно не слышал сюда да то есть принципе вот мы сейчас едем любую передачу сюда втыкай и машина прет сейчас мы конечно баловаться не будем у нас инструктор сидит а так можно было газкова навалить и как бачком войти на этом команде так и провоцирует учитывая длину машины базу и четыре моста рулится управляется автомобиль просто изумительно практически на рисковой ездит и обратите внимание насколько тихо в салоне 1200 оборотов двигателя все тихо но несмотря на то что машина у нас не груженая абсолютно пустая идет очень мягко ну конечно оператору сейчас не так мягко как мне у меня подрессоренное сиденье еще и выведена на максимальная мягкость скажем так машина прет изумительно а мы сможем поднять пузовочек потом не сможем да но каменс как по по крайней мере по ощущениям в кабине работает тише гораздо тише в отличие от мерседеса от марседесовской рядной шестерки 457 мотора который на магистральном 5490 установлен тормоза где они тормоза конечно немножечко привыкать надо не сразу схватывают то есть давим-давим-давим-давим где у нас тормоза а вот они появились но опять же учитывая что автомобиль у нас пустой плюс у нас четыре оси пустой автомобиль конечно такой снежной каши скользко тормозит не сразу дружиной конечно был он увереннее останавливался не каждый день удается затестить такой грузовик вопрошка нет что-то стоим говорит чего не хватает воздух есть это нормально да все все пропало что-то у нас тут вот понятно они очень обращают сколько у нас еще раз объем кузова неизвестно неизвестно да ну по объему сюда если нагрузить из песка да еще сырого ой мама сколько будет весить этот автомобиль но ощущение волшебное если сравнивать с прямо с камазом с камазом со старой кабиной там конечно это на грани выживаемости езда по такой дороге на пустой машине то здесь абсолютно европейский комфорт вот я сейчас даже не переключил на 6 передачи идем просто на такой скорости идем на 6 передачи до 40 километров в час 1000 оборотов в минуту по такой дорожке хочется рулить хочется вваливать хочется побаловаться позоровать немножко но нас ждут другие журналисты другие блогеры им тоже хочется покататься на этой машине хоть и на пассажирском сиденье потому что мало у кого есть категория c а многие просто наверное не хотят а зря ой как балуемся уже седьмая седьмая повышенной сейчас мы находимся на испытательном треке получается за нами сейчас выстроилась две машины которые проходят какие-то доводочные испытания еще что не обгоняют потому что на камазе со старой кабиной конечно трясет посерьезнее а может задать просто таки вот эта коробка который здесь стоит она немецкая то есть она собрана не на камазе то есть такая роб который выпускается на камазе она не переваливает такой момент который выдает этот двигатель каменс ну что друзья пришло время делать какие-то выводы какие-то промежуточные итоги нашего тест-драйва нашего скоротечного тест-драйва и дело в том что программа пресс-тура на которой нас пригласили была крайне насыщенная нас провели по многим цехам завода безусловно это интересно мы посмотрели как работает литейное производство мы посмотрели как собираются двигатели коробки передач мы посмотрели как свариваются окрашиваются кабины мы посмотрели как работает главная нитка конвейера безусловно это все впечатляет до производство уже сейчас больше похоже на европейский завод чистые светлые цеха опрятные сотрудники все это здорово но мы то приехали на тест-драйв, а на тест-драйв, увы, выделили крайне мало времени, поэтому на этом самосвале мы проехали всего два круга по испытательному полигону. Самосвалы, которые присутствовали еще на тесте, это трехосный самосвал с колесной формулой 6х4 и колесной формулой 6х6 полноприводной мы не успели откатать вообще, но какие-то выводы промежуточные делать уже думаю можно. И хочу сказать, что грузовик мне понравился, мне понравилось как он едет, мне понравилось как он рулит, мне понравилось как он смотрится в конце концов, как он собран, но при этом я не знаю какая цена будет на этот четырехосный самосвал, но учитывая нынешнюю экономическую ситуацию, которая сложилась в стране, девальвацию рубля, иностранные грузовики сейчас стоят просто нереальных денег. Цена такая, что хочешь не хочешь, но эксплуатационщики, компании-перевозчики вынуждены смотреть на отечественного производителя. И сейчас наверное главное, чтобы завод правильно соориентировался в этой экономической ситуации. Не только КАМАЗ, все отечественные заводы сориентировались и не уселись так сложа руки, так вот иномарки люди купить не могут, и вот мы будем штамповать безостановочно вот то, что сейчас уже имеем, смысл вообще чего-то разрабатывать. Нет, надеюсь, что заводы воспользуются грамотно этой ситуацией и будут продолжать модернизировать свой модельный ряд, выпускать новые модели. Ну а если вам понравилось видео, не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал, впереди нас ждет много интересного. Грузовики, автобусы, машрутки. Ну а пока, всем пока!